Для себя мы видим прежде всего целевым образом, как Причерноморск, как Средиземноморский регион, но в широком смысле. И, конечно, мы не могли не поставить себе задачу приехать в Армению, познакомиться, завязать здесь контакты, связи с академическим сообществом, возможно, проработать программу студенческих обменов, совместные проекты, которые могли бы быть реализованы как на территории Армении, так и на территории Севастополя с участием российской и армянской стороны. Где бы мы не встречались, к нам с открытой душой относятся наши коллеги, и я очень благодарен и движению «Сильная Армения» за союз с Россией, да, потому что, в том числе, была оказана помощь по организации многих контактов. Ну и сама мысль о том, что Россия и Армения должны более плотно сотрудничать на разных уровнях, я так понимаю, что это одна из целей движения, она близка, естественно, и нашему университету. Пожалуйста, милости просим, всегда будем рады и, наоборот, заинтересованы в том, чтобы ребята из Армении поступали в наш университет. Мы, действительно, тоже были бы этому очень рады. Ну, надо, конечно, готовиться к тому, что то, что происходит на Украине, то, что происходит сегодня, на мой взгляд, на армяно-азербайджатской границе, к сожалению, это не конец, это не финиш, что это будет какое-то время, может быть, достаточно продолжительно, может быть, это будут годы даже развиваться, так или иначе. И здесь и российскому, и армянскому народу придется, ну, в общем, напрягать свои силы для того, чтобы иметь вот в этом новом мире, который формируется, будущее. Добрый день, в эфире Рябунг-ТВ. В эти дни в Армении с визитом находится делегация Севастопольского государственного университета. И сегодня у нас в студии ректор Севастопольского государственного университета Владимир Дмитриевич Нечаев. Добрый день, Владимир Дмитриевич. Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Мы знаем, что вы приехали в Армению большим составом, и у вас большие цели. Пожалуйста, подробнее опишите, вот с какой целью вы посетили нашу страну. Севастопольский государственный университет один из, с одной стороны, самых молодых университетов Российской Федерации, а с другой стороны, одних, наверное, из самых динамично развивающихся университетов. Одним из важных векторов нашего развития является расширение международного сотрудничества. И у нас такое сотрудничество развивается, мы для себя видим прежде всего целевым образом, как Причерноморска, Средиземноморский регион, но в широком смысле. И, конечно, мы не могли не поставить себе задачу приехать в Армению, познакомиться, завязать здесь контакты, связи с академическим сообществом, возможно проработать программу студенческих обменов, совместные проекты, которые могли бы быть реализованы как на территории Армении, так и на территории Севастополя с участием российской и армянской стороны. Мы вот уже несколько дней здесь встречаемся с руководством представителями университетов Российской Академии наук. Сегодня я принял президент Академии наук Армении, вчера мы встречались с ректором, с руководством Российско-Армянского Славянского университета, мои коллеги встречались с представителями их университета, завтра мы планируем встретиться с ректором Ереванского государственного университета. То есть задача это прежде всего наладить связи и контакты в академической среде и разработать новые форматы российско-армянского академического научно-культурного сотрудничества. Мы очень большое внимание уделяем в том числе и прежде всего поиску контактов в научных исследованиях, причем как в области высоких технологий, естественных наук, так и в области гуманитарных наук, истории, лингвистики, общего культурного наследия. Она у нас действительно в разных аспектах очень общая и Россию и Армению, и Севастополь и Армения объединяет, Крым и Армения объединяет очень много-много ниточек уходящих вглубь тысячелетий. Поэтому вот как раз задача это выстроить вот такие векторы, найти партнеров и начать практическую деятельность совместно, в том числе на территории Армении. Как вы уже отметили, у вас уже состоялась пара встреч. Также у вас сегодня, я знаю, была встреча с движением «Сильная Армения с Россией за Новый Союз». Вы встречались с представителями академических, научных кругов. Какие впечатления от этих встреч? Насколько армянская сторона настроена на сотрудничество и как это сотрудничество видится? Ваше впечатление? Мое впечатление, оно прежде всего заключается в том, что ты чувствуешь в Армении себя как дома. То есть к тебе относятся все очень тепло, очень открыто. По крайней мере, где бы мы ни встречались, к нам с открытой душой относятся наши коллеги. И я очень благодарен и движению «Сильная Армения» за союз с Россией. Потому что, в том числе, оказывайте помощь, была оказана помощь по организации многих контактов. Ну и сама мысль о том, что Россия и Армения должны более плотно сотрудничать на разных уровнях. Я понимаю, что это одна из целей движения. Она близка, естественно, нашему университету, потому что мы ровно для налаживания контактов сюда приехали. Поэтому впечатления самые приятные. Мы видим уже, хотя прошло несколько дней, целый спектр конкретных проектов, конкретных направлений, которые могут быть реализованы с теми партнерами. Мы договорились, что после нашего визита еще состоится дистанция. Благодаря ковиду стало модно множество таких дистанционных встреч уже на горизонтальном уровне специалистов, ковидов, профессоров, которые смогут уже более точно определить контуры сотрудничества. Ну и, соответственно, по итогам впечатление, что не только приятно эмоционально, но это и потенциально взаимовыгодно и полезно для всех сторон. Вы сегодня также говорили, что ваша делегация была на Севане, там есть идеи работать не только с университетами, но и со школами. Ну и со школами, да. Ну вообще мы считаем, что очень важным сегодня является трансляция наших общих ценностей. Это же все происходит через образование, через работу с детьми. Тем более в структуре нашего университета. Наш университет достаточно большой, это 12,5 тысяч студентов, это 12 институтов разного профиля. В том числе есть один из институтов педагогический и его одной из особенностей, это института, как раз-то является реализация программ по русскому языку для тех, кто хочет его изучать, в том числе за рубежом, и программ по помощи школам. У нас в Севастополе, в России тоже часто бывает нужно помочь школе сформировать определенную стратегию развития, поддержать ее методически, сопроводить школу, начиная прямо на глазах качество образования растет. И вот мы, общаясь здесь, с коллегами нам предложили подумать о том, что нет ли у нас интереса подумать о сотрудничестве с какой-то из школ. Тем более, что в структуре университета у нас есть лицей предуниверсариум и отработана прямо, на мой взгляд, уникальная методология по качественной подготовке детей в старших классах. Но мы заинтересованы в том, чтобы и с младшими классами работать, потому что, по сути дела, мы со всеми работаем как педагогическими, чтобы российские методики обучения, технологии, подходы, они тоже находили, ну, каким-то образом обогащали взаимно и наших коллег за рубежом. Здесь очень большое воспитание детей, развитие детей, очень большое поле для сотрудничества. Мне кажется, вообще этому надо уделять больше внимания, потому что это самая главная ценность — это будущее. Это не фигуральные дети наши, а так и есть. Вот каким мы их воспитаем, какие знания, ценности мы заложим, так и будут наши страны в будущем. И в том числе сотрудничество, оно зависит от того, чтобы и учителя, и дети общались между собой, и вот эта атмосфера формировалась. Поэтому мы думаем, что на Севане мы прорабатываем, конечно, сейчас пока это только первые прикидки, может быть, действительно какой-то проект по развитию одной из школ города, и, может быть, сетевой проект, когда другие школы смогут, например, в изучении русского языка, в изучении, может быть, подумаем о совместном с коллегами создании некого педагогического класса, потому что вообще дефицит, не знаю, как в Армении, в России дефицит учителей. Не хватает учителей. В Армении эта проблема тоже есть. Да, и очень важно, чтобы у детей прививать интересы, в том числе и к профессии учителя. Поэтому подумаем сейчас, пока не буду о какой-то конкретике говорить, потому что сейчас пока есть первая идея, но я абсолютно уверен, что в течение следующего года какой-то проект в области именно школьного образования мы реализуем здесь. А есть ли какие-то механизмы, чтобы абитуриенты напрямую подавали бы заявки и поступали бы в ваш университет не только по программам обмена студентов, но и напрямую? Сегодня в России, не только в нашем университете, достаточно широкая программа, по которой иностранные студенты могут поступать в российские университеты. И я обратил внимание, что не всегда о всех аспектах этой программы знают. Ну, известная такая модель поступления через Россотрудничество, когда есть некая квота, и вы подаете, выбираете университет, университет выбирает вас, и вы за счет бюджетных средств Российской Федерации, как иностранный студент, попадаете в тот университет, ну, если прошли все испытания, соответственно, которые... Про эту модель многие знают, но не все знают, что в России есть еще программа поддержки соотечественников. Причем соотечественникам в России достаточно широко трактуется это понять, это любой человек, у которого либо он сам, либо его родители, бабушка, дедушка, хотя бы один из родителей, родились либо в России, либо в СССР. Если есть документы, подтверждающие, что, ну, допустим, ваша бабушка родилась в Советском Союзе, вы ее внук, да, то вы имеете право поступать на бюджетные места в России, ну, в любой из университетов, подавать документы, вы будете участвовать в конкурсе, ну, естественно, в конкурсном отборе. В отличие от граждан Российской Федерации, это будет не единый государственный экзамен, ну, достаточно стандартизированный процедур, это будет в основном внутреннее испытание университета. На самом деле поступить в российский университет гражданину Армении несложно, абсолютно несложно, и мы, а мы, как университет, напротив, даже заинтересованы в определенной доле иностранных студентов в структуре университета, потому что, в принципе, университеты должны отвечать за международное сотрудничество, за такую мультикультурную среду. В нашем университете, вот, например, учатся из 38 стран мира студенты, ну, преимущественно это страны СНГ, но и есть очень широкий спектр, 38 стран там и страны дальнего зарубежья. Поэтому поступить и в наш университет, и в любой другой университет Российской Федерации на бюджетной основе, еще раз это подчеркну, в общем-то несложно, особенно если это специальности инженерного профиля, если это специальности требующей математики, физики для обучения, то, в общем, достаточно много бюджетных мест Россия сегодня выделяет именно на инженерию, на педагогику, на то же, поэтому, пожалуйста, милости просим, всегда будем рады, наоборот, заинтересованы в том, чтобы ребята из Армении поступали в наш университет, мы действительно тоже были бы этому очень рады. Причем можно поступить как после школы, так можно поступить, естественно, и в магистратуру после бакалавриата в Армении, то есть уже посмотреть на те программы, которые в каждом конкретном университете являются сильными, наукоемкими или там прикладными с конкретными индустриальными партнерами, такое тоже возможно. И даже можно перевестись, потому что во многих российских университетах, тоже не все знают, освобождаются, но освобождаются, как, например, кого-то очислили, сам человек ушел, бюджетное место остается. То есть точно по той же процедуре, по которой и прием, можно, если вы соотечественник, подать заявление о переводе в российский университет на освободившееся бюджетное место. Просто нужно изучать информацию на сайтах университета, следить за этим, в этом нет ничего невозможного. Надеемся, эта информация будет полезна нашим слушателям. Владимир Дмитриевич, вы еще являетесь помимо ректора, вы также политолог, поэтому у нас есть несколько вопросов в связи с острой геополитической ситуацией, тем более, что Севастополь непосредственно находится рядом с событиями, которые происходят на Украине. Как видится событие, кризис на Украине именно из Севастополя? Вы знаете, я бы даже сейчас начал не с Севастополя, а в принципе, чтобы понимать то, что в мире сейчас происходит, нужно чуть-чуть более широко смотреть. Мы находимся, все человечество, не только Россия, Украина, Армения, США или какие-то другие страны, на очень сложном этапе развития. Это этап перестройки геополитической структуры мира. Такое в истории человечества было неоднократно. И, то есть, бывают моменты, когда есть какая-то страна-гегемон, и это более-менее устойчивая ситуация, и бывают ситуации, когда гегемония рушится. Ну, в данном случае гегемония Соединенных Штатов Америки. Она постепенно слабеет, экономически слабеет, демографически слабеет. Это статистика. Ну, то есть, допустим, сейчас пришли данные, что сейчас Соединенных Штатов Америки продолжительной жизни с каждым годом начинает сокращаться, не увеличиваться. Ну, и одновременно растет долг, непонятная ситуация в экономике. Одновременно на этом фоне усиливается, допустим, Китай, усиливается Индия. И вот эта геополитическая трансформация, к сожалению, в истории человечества, мы не знаем ни одного примера, когда бы она происходила мирно. Потому что происходит переструктурирование мира, сталкивается множество интересов. И поэтому, конечно, и войну на Украине, и вот то, что сегодня, ну, не только сегодня, в 20-м году происходило в Армении, нужно вот в этом контексте рассматривать. В трансформирующемся глобальном порядке все игроки видят, что есть шанс поменять, там, расклад свою пользу, что-то с этого поиметь, или наоборот защищают свои интересы. Поэтому, конечно, есть вот эта объективная конфликтность, которая существует, и если мы так вот как бы из космоса посмотрим, то видим вот эти точки, в которых начинают происходить вот эти столкновения интересов. Можно в известном смысле, конечно, это пока такая еще фигура речи, но содержательно говорит, что мы втянуты в Третью мировую войну. Она может быть не похожа на Вторую, она будет не похожа на Первую, но в ней тоже будут эти вот горячие точки, горячая зона. И поэтому совершенно мы видим взаимосвязанные вещи. Вот не так давно произошло изменение на фронте российско-украинском, к сожалению, не в пользу России по объективным ситуациям. И тут же мы увидели, как вспыхнул конфликт на армяно-азербайджанской. Это взаимосвязано. Конечно, это взаимосвязано, потому что понятно, что, вот мы сегодня с коллегами говорили, Россия и Армения очень тесно геополитически связаны. Судьба Армении тесно связана с силой России. Но это объективно, не потому что мы хорошие или плохие, но так получилось, что именно Армения, ну по крайней мере, Россия последние века, она объективно защищала Армению. В разных ситуациях защищала Армению, когда возникали территориальные или какие-то иные претензии к ней. Тоже по своим интересам, но и Армения по своим интересам. И понятно, что как только этот геополитический баланс вдруг начнет меняться, мы окажемся все в одной лодке. И вот это объективно реально, скажем так. Мы должны это понимать. Поэтому надо, конечно, готовиться к тому, что то, что происходит на Украине, то, что происходит сегодня, на мой взгляд, на армяно-азербайджатской границе, к сожалению, это не конец, это не финиш. Что это будет какое-то время, может быть, достаточно продолжительно, может быть, это будут годы даже развиваться, так или иначе. И здесь и российскому, и армянскому народу придется, ну, в общем, напрягать свои силы для того, чтобы иметь вот в этом новом мире, который формируется, будущее. Иметь будущее. Вот это очень важный момент. Мы должны понимать, что сейчас разговор ведет о наличии вообще будущего наших стран. Не отдельных, там, каких-то целях, там, локальных. Это вопрос существования и России, и Армении. Там 20, во второй половине 21 века. Вот мы сегодня решаем этот вопрос. И мы, и мы. Поэтому я думаю, что надо к этому так относиться. Владимир Дмитриевич, спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова